Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за Теда Лассу, нашего главного тренера FIFA 23. Мы возглавили команду RB Leipzig и у нас потихонечку идет наш сезон. Сегодня серия стартует с матча Кубка Германии, ну а также сегодня мы встретимся с лидером Бундеслиги. И совсем скоро вы узнаете кто же сейчас находится на первом месте. Вы ребят поддержите видео максимально своими лайками, давайте набирать уже как можно больше лайков. Я знаю что многим нравится эта карьерка, но вот именно в поддержке, именно по лайкам, по просмотрам как-то чуть-чуть подугасло все. Давайте попробуем исправиться, ну а также залетайте в наш телеграм и не забывайте заходить на мой второй канал с прохождениями у названия Фандом Лига, все ссылочки в закрепленном комментарии. Ну и давайте смотреть какие же у нас стартовые составы сегодня выходят на игру. Это Кубковая встреча, я думаю стоит немножко изменить наш состав, давайте посмотрим кто сегодня может выйти, потому что многие подустали. Так, вместо Салибы мы можем выпустить сегодня например Смолинга, почему бы и нет Челха на глу, окей. Так, давайте Синистера у нас выйдет вместо Дани Ольма, чуть-чуть сюда его на фланг. Тут у нас может сыграть Нкунку, а вместо Нкунку выйдет например Мэдисон, почему бы и нет. Также, что у нас есть еще из тех, кто может выйти на поле, возьмем например Люка Шоу вместо Салибы, и он у нас если что выйдет вместо Анхелинья. Ну а так, все в принципе в нормальной форме, и давайте тогда ребята начинать, попробуем выиграть. В Стиме проходит фестиваль спорта, а ты не знаешь как пополнить свой баланс, я тебе подскажу. Сервис Купикод поможет тебе пополнить баланс Стим к наименьшей комиссии на рынке. Вводишь свой никнейм, далее прописываешь необходимую сумму, которую ты хочешь пополнить, и не забываешь также про мой промокод, который подарит тебе самую низкую комиссию на рынке 16%, вне зависимости от суммы пополнения. Далее переходим к оплате, выбираем понравившийся способ, и все, деньги уже у тебя на счете. Все быстро, просто и надежно, а главное безопасно. На сайте можно авторизоваться с помощью Телеграм и получить 50 рублей на счет, а также будет действовать кэшбэк после каждого пополнения. Также у сервиса есть свой Телеграм-канал, где часто проходят большие розыгрыши, недавно один из них закончился, разыгрывали PlayStation 5, и в ближайшее время будет анонс нового. Ну а также есть группа ВКонтакте с игровыми новостями и мини-розыгрышами на пополнение баланса Стима. Все подробности ты найдешь по ссылочке в закрепленном комментарии, а также в описании. Этого и знает для нас встреча, вот как мы видим Тед Лассо. Смотрите-ка, выходит в курточке с символикой РБ Лейпцига. Он с командами всегда на одной волне. У нас снова идет дождь, такая неприятная мокрая погода. Но что поделать? Это второй раунд Кубка Германии. И сейчас, вне зависимости от того, какой соперник против нас, мы должны все-таки побеждать. Мы должны выигрывать, проходить дальше, потому что в этом сезоне у нас стоят максимальные задачи. Победа в Кубке, победа в чемпионате, победа в Лиге конференции. Ну и потихоньку мы, наконец-таки, начали выправлять ситуацию, начали побеждать. Так что постараемся сегодня продолжить наш намеченный курс. И нужно выиграть в трех матчах, которые сегодня нам предстоят. Ну а вот теперь надо уже бежать. Анхелиньо догонять соперника. На секунду показалось, что он встретил. Как нам повезло! Как же сейчас нам повезло! Мяч ударился в две штанги и вылетел обратно в поле. Сегодня такой довольно непростой соперник у нас. Может быть, звезд с неба не хватает, но биться явно будут они сегодня очень серьезно. Синистера залетел в штрафную, надо бить! А тут уже спасает вратарь. Ну команды за первые 13 минут обменялись опасными моментами. Нам показывают систему определения гола, но понятно, что гола там никакого не было. Дальний удар поворота. Шлагер все заблокировал. Мэдисон. Передача на Кунью. А вот сейчас Нкунку получил пас за спину. Набирает скорость Нкунку. И Мэдисон просто вшивает мяч через галкипера. Не успел вратарь забрать мяч в руки. Ну а Мэдисон вонзил его, можно сказать, прямо через вратаря в ворота. Это 1-0. И вот та удача, которая в начале встречи оказалась для нас плюсом, сейчас оказалась минусом для соперника. Им не везет. Это 1-0. И Мэдисон забивает на 23-й минуте. Передача на Синистеру. Удар. И 2-0. Вот здесь уже Синистера молодец. Здесь он сыграл здорово. Из-под защитника пробил в дальний угол. Самый неприятный, наверное, для вратаря эпизод, когда тебе перекрывает свой же защитник обзор. А из-под него мяч вылетает в дальний угол. И ты просто не успеваешь среагировать. У соперника замена. Играть еще 10 минут в этом первом тайме. Они уже меняют что-то на футбольном поле. Ну вот, кстати, вот в прошлых частях ФИФы я не припомню, что было такое, чтобы команда соперника проигрывала. И еще в первом тайме их главный тренер начал делать замены. А сразу свеженький футболист пробивает поворотом. И там пенальти. Ну голы так и так забили. Мяч попадает в руку Диашу. И орбитер указывает на точку. Поскольку рука была раньше, чем забитый гол, у нас есть еще шанс его хотя бы отразить. Но нет, перехитрили здесь Симона. Но он прыгнул в один угол. А соперник пробил в другой. 2-1. 38-я минута. Синистера с мячом. Передача дальше. Здорово. А это шлагер выскочил. И забил, ребята. 3-1. Буквально в следующей атаке мы сразу же делаем вновь перевес в два гола. Мкунку. И дальше разыграли на Мэдисон. Он подключился в атаку. Мэдисон. Надо забить. И Мэдисон забивает второй. 4-1. Уже в добавленные минуты к первому тайму. Но здесь очень здорово. Такую троечку разыграли. Мэдисон начал эту атаку. Он ее и закончил. У нас начался второй тайм. И у нас тройная замена. Буэн Диа вышел в люк-шоу. А также Челха на глу. Выкатывает неплохую передачу. Пас в центр. Мкунку. Ну же забить. Диаш. Диаш снова подключается в атаку. Стоит над центральным нападающим. Пас под удар. Соллер. Момент. Игалкипер тащит. Челха на глу. За спину выкатывает. Ну же забить. Ребята. Вот здесь вот здорово получилось подловить. И по-моему да. Люк-шоу свеженький. С Челха на маглу разыграли комбинацию. Я уже начал говорить, что не сильным получился пас за спину. Но Люк-шоу продавливает соперника. Выгрызает мяч и посылает его аккуратно под дальнюю штангу. Это 5-1. Опасная атака. Удар в дальний. Не попадает соперник. Буэн Диа. Передача на Синистеру. Снова Буэн Диа. Крутит в дальний. Вратарь тащит. Ну последние минуты здесь уже остаются. Я думаю, торопиться не стоит. Просто доигрываем матч. И победа здесь от нас уже никуда не уйдет. Синистера с левой. Ой-ой-ой. Как мяч заскочил, а. Жаль, наверное, больше всего сегодня галкипера хозяев. Здесь мяч как-то очень странно занырнул под него. И Синистера тоже забивает сегодня два. Посмотрим еще раз, как это все было. Перекладывает под левую. Бьет. И вратарь просто не попадает кулаком по мячу. Стоит отметить, ребята, что соперник, который был с нами в кубке, он нанес всего лишь на 4 удара меньше, чем наша команда. При том, что мы забили довольно много. Это говорит о том, что у нас хорошая результативность при небольшом количестве созданных моментов. Сейчас у нас игра против Баруси Эвенхен-Гладбах. И как раз таки она была перед прошлым туром на первой строчке. А сейчас там Дортмундская Барусия. Но она сыграла уже свою 10-ю игру. У них с Майнцем по 23 очка. Ну а у нас есть шанс, ребята, приподняться немножко, если мы сможем обыграть Барусию. Ну, как минимум, мы сможем обойти Баварию, выйти на 4-е место. Именно за этим мы сейчас с вами и отправимся. У нас игра домашняя против Баруси Эвенхен-Гладбах. Вот стартовые составы. Мы сейчас немножко их поменяем. Вот так вот они будут выглядеть. Ну и, ребята, поехали. Я думаю, самые глазастые в комментариях ребята уже написали, что в Баруси Эвенхен-Гладбах на ЦАПе стоит Миранчук. Это тоже интересно. Вот так вот его занесло в чемпионат Германии. А если мы возьмем, например, карьеру за Серегу Таранова, то в Германии вообще очень много переходило футболистов именно из РПЛ, именно российских футболистов. Ну и вот не знаю, как-то им, видимо, нравится в Германии. Йович. Сейчас у нас три атаки. Баруси Эвенхен-Гладбах. Они разводят мяч с центра. Поехали. Этот сезон у нас действительно получается таким, знаете, боевым. Не все складывается у команды здорово. Анхелиньо. Какое-то нарушение там увидел. Там, по-моему... А, я думаю, это Буца у кого-то слетела, но нет. Удар по воротам. Вот это было опасно. Диоп пробивал. Хорошая передача на Кунью. Тот катит на Тима Вернера. А Вернер не забивает. Это был стопроцентный момент. И снова забросик на Тима Вернера. Вернер, удар в дальний. Да что там, офсайт? Один удар, второй. А там сами себе пенальти привезли. Мяч отрикошетил от одного игрока. Баруси Эминхен-Гладба к другому. И главный арбитр указывает на точку. Смотрим, что было. Да, подбил мяч рукой. Думал, что никто не заметит. Ну и Соллер подходит к мячу. Разбег. Удар. Ян Зомер вытаскивает пенальти. Но это справедливо. Каким был пенальти, так он, собственно, и реализован. Кун-кун. А здесь еще один пенальти. И снова этот же парень. Снова этот же парень играет рукой. И сейчас, я думаю, Нкун-ку попросит. Ну да, была игра рукой. Прервал мяч. Прервала рука. Полет к мячам. И сейчас Нкун-ку попросит ударить. Нкун-ку берет разбег. И забивает гол. Ян Зомер прыгал в тот же угол. Но Нкун-ку его перехитрил. Это 1-0. Ну, здесь реализовали довольно удачно. Кто-то мне в комментариях говорит, что пенальти это нифига не лотерея. Это профессионализм. Это нужно уметь бить. Но, ребят, когда ты играешь против искусственного интеллекта, я вам открою небольшой секрет. Он может среагировать просто по полету мяча. И это не связано никак с тем, как вы пробьете. Иногда ты можешь пробить по неночку по центру. И голкипер там и останется. Хотя в других во всех эпизодах он будет прыгать по углам. А вот здесь очень классно разыграли. И Баруси Эминген-Гладбах тут же отыгрывается. Это Йович. Это 1-1 и 20-я минута. Ну вот встретились две команды. Низ верхней части турнирной таблицы. Как Йович одним движением классно убрал. А вторым забил. Здесь, может быть, желтую покажем. Красная прямая. Хоффман едет отдыхать. Вот так капитан. Оставляет свою команду в меньшинстве. Но за это что еще нужно показывать? Ну же, здорово. Разыграли. И вынимай второй. Вот и у нас есть ребята, которые умеют раскатывать комбинации. И Кунья забивает второй гол. РБ Лейпцига. Ну и здесь он Кунку, посмотрите, не глядя, просто почувствовал. Партнера выдал с разворота ему передачу. Ну а Кунья дальше разобрался мастерски. Не хуже, чем Йович. Напугал немножко Диэш подкатом. И не сразу соперник пробил, что позволило Унай Симону все-таки вырвать мяч. И снова Унай Симон. Снова Унай Симон. Он набирает обороты в последних матчах. Очень здорово действует. Давайте-ка вот сюда Тима Вернера поставим. Тима Вернер, скидка. Кунья. Ну была же, была игра рукой, арбитр. Это штрафной. Почти на ленточке. Да не почти, а на ленточке, ребята. Ну вот здесь нужно как-то попадать. Нкунку. Разбег, удар. Какой голище, ребята. Просто фантастический гол. Выверенный удар аккуратно под перекладину. Не дотянулась стенка. Не дотянулся вратарь Нкунку. Как рукой туда закинул. Это было красиво. Не часто получается забить. Но здесь действительно шедеврально. Вот мне кажется, только туда и можно было забить. Посмотрите, ровно над стеночкой. И ровно под перекладину. Чуть-чуть правее, левее. Уже могло все быть по-другому. Мяч мог попасть в голову сопернику, стоящему в стенке. Ну а левее мог спасти и вратарь. Пока 3-1. Вот так вот заканчивается первый тайм. Забро за спину. Здесь Миранчук против него. Какими? Спокойненько справился. Передача на Нкунку. И тот набирает скорость по флангу. Сразу два футболиста. Баруси Менхенглазбах выдвинулись за ним. Здесь передача в центр. Шлагер. Дани Ольма. Заблокировали удар. Здорово. Банхелиньо. Тима Вернар. Передача дальше. Ну же, Ольма. Вынимай еще один. Дани Ольма. 4-1 на 75-й минуте. Вот вам настоящий Лейпциг, который забивает много и часто. У нас также выходит Мэдисон. И выходит Челхан Аглу вместо Соллера и вместо Дани Ольма. Шлагер. Нкунку. Новая атака нашей команды. Нкунку. Удар в дальний. Фантастика. Вот это, ребята, было красиво. Нкунку оформляет хэт-трик. Он начал набирать обороты в последних играх. Ну и здесь шикарно пробил. У него сегодня гол забитый с пенальти. Гол забитый со штрафного. И посмотрите, какая пушечка из-за пределов штрафной. Это было действительно мощно. И Ян Зомер никак не смог спасти команду. По какой траектории мяч залетел в угол-то, а? Это хэт-трик. У нас Буэнди выходит вместо Тима Вернера. И остается играть буквально пару минут. Челхан Аглу. Еще один хороший момент. Но здесь уже Ян Зомер потащил. Но тяжело, конечно, Баруси, оставшись в середине первого тайма в меньшинстве, что-то пытаться нам противопоставить. Они пытались, они старались, но по итогу 5-1. И наша уверенная победа. Ну а вот и четвертый тур Лиги Конференции. Мы пока идем на первом месте. Виторий Башакшахир занимает вторую строчку, разделяя ее по 4 очка. Ну а мы, ребят, сейчас, если побеждаем, то уже все. Единоличные лидеры. Нас никто не догонит. И будем надеяться, что так все и закончится. Давайте отправляться на игру. Вот стартовые составы на этот матч. И, ребята, поехали. Ну а уже в следующей серии после этого матча будет игра с Баварией. Что тоже интересно. Интересно будет посмотреть на их состав в этом сезоне. Но сначала Лига Конференции. На которую мы подходим в хорошей форме после двух крупных побед в Кубке Германии и в чемпионате с одним из принципиальных соперников по турнирной таблице. Ну и сегодня заряжены ребята. Нкунку, Тима Вернер, Кунья, Дани Ольма. Все они в недавнем матче забивали. Это Солер. Пас пяткой. Здорово. И вот так 1-0. Это Кунья, ребята. Уже на четвертой минуте. Мы разыграли шикарную комбинацию. Вот чуть-чуть сыгралась команда. И все. Пошла жара. Вы видите, какие комбинации уже проходят. Как здесь здорово. Кунья открылся. Забежал. Увидел это Тима Вернер. Ну а дальше нужно было только забить. И это пятая минута. Это второй гол в четырех играх. Кунья. Нкунку. Красивый выстрел. Но и красивый сейф вратаря. Дани Ольма. И снова голкипер. Анхелиньо. Здорово. Открывается Тима Вернер. Получает передачу. Бьет сразу же в лед. Но вратарь спасает. Кунья. Анхелиньо. Можно подавать. Подача есть. Дани Ольма. Мяч в воротах. Это 2-0. На 28-й минуте. Я всегда говорю. Фифе стоит игрокам начать забивать. Они ловят кураж. Ну и здесь Ольма шикарно переигрывает. Двух футболистов Башекшакира. И аккуратно посылает мяч в пустой угол. Вратарь не дотягивается. Это 2-0. И снова разные футболисты забивают. Одна из немногочисленных атак на наши ворота. Но у нас Симон. Вытаскивает. Хороший плотненький выстрел в угол. Дальний выстрел. Нкунку. И какой гол, ребята. Ну сегодня просто красотища. Просто красотища залетает. И какая передача Вернера через все поле. Ну и как же здесь успел Нкунку пробить шведкой в дальний угол. Это просто красотища. Мне кажется, сегодня одна из таких, знаете, самых зрелищных серий по красоте забитых голов, которые были у нас в Лейпциге. Ну а соперник уже, мне кажется, совсем поплыл. Башекшакир с началом второго тайма сразу пошли в атаку. Но у Най Симон пока забить не позволяет. Еще один прострел и все-таки гол. Ну вот здесь здорово гости. Разыграли. Хороший прострел получился на дальнюю штангу. И немножко не успели отразить. Не попал Диэш по мячу. Ну и у Ная Симона просто расстреляли в упор. 3-1. Нкунку уходит от двух. Уходит от третьего. Нкунку набирает скорость. Залетает в штрафную. Пас под удар. А вот здесь. Но Тима Вернеру чуть-чуть не повезло. У нас тройная замена. Нкунку, Ольма и Вернер в поле покинули. Вышел Мэдисон, Челхан, Аглу и Синистера. И остается чуть больше пяти минут. Передача на Синистеру. Тот пытался выскочить между двух. Синистера. Не повезло. Ну и на этом матч закончен, друзья. Победа. 12 очков в группе после четырех игр. Ну и я думаю, это уверенное первое место. Хотя бы пока в Лиге конференции проблем у нас нет. Я надеюсь, выпуск вам понравился. Поддержите его лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok